Смотрите, вы говорите, что это будет проверка АДКБ, но мы знаем, что дважды отказывали в помощи, когда обращалась Армения, перед этим Киргизия. В этот раз... Это разные совсем варианты. И Армении, и в Киргизии не было нарушения границ. То есть, АДКБ не может решать проблемы Армении или Киргизии в связи с возникшими пограничными делами, связанными в том числе с территориями, которые ими самими же, допустим, не признаны. Например, это по Нагорному Карабаху. А тем более Киргизия, которая с Таджикистаном не может никак поделить, делимитировать границы. И обе являются членами АДКБ. Где же там АДКБ будет, на чьей стороне участвовать? По Армении, недавно армянская делегация была у нас, я им... Когда вот говоришь им напрямую, мы так сидим за столом, я говорю, ну смотрите, прессы нет, давайте я вам скажу. Вот вы говорите, а там как раз границу они не могли поделить, там на 2 километра зашли азербайджанцы, они говорят, вот, АДКБ, помогите. Я говорю, вы скажите, вы вообще представляете, насколько сложна делимитация? А вы до сих пор не имеете дипотношений даже. Делимитация это 40 лет, например, наших переговоров России, еще до этого СССР с Норвегией. От Северного полюса до Мурманска. За каждый квадрат мы боролись, да? Или с Китаем. Вспомните, говорю, Даманский, еще в советские времена, потом в российские. Мы тоже торговались, где оставить Большой, Сырийский, Малый, Сырийский остров, куда идти и так далее. Это предмет переговоров, а не войны за эти 2 километра или там еще чего-то. А вы не хотите даже разговаривать. Вот вы говорите, давайте ОДКБ привлечем сразу. Ну зачем? Ну какой смысл? Вы только хотите разрушить ваши и так чуть-чуть начавшиеся отношения, вот этот трехсторонний договор. Ну в составе этого трехстороннего договора разговаривайте. Где эти административные границы? Где эти карты? Как они проходили в СССР? Очень сложный вопрос. Везде, где проведение границы, вот в России, что линия Шеварднадзе-Бейкера с той стороны Беринга, что здесь по Баренцову, что там с Китаем. Везде это очень сложно, что сейчас с Японией до сих пор мы там по этим островам. А вы хотите решить с помощью военной силы, еще за счет России, чтобы Россия пошла воевать? Ну это глупость полная. Поэтому ОДКБ не для этого создавался. Поэтому армяне в этом смысле, они так хитрят, но это хитрость такая, она на поверхности. Вот сейчас мы только на ОДКБ проводили, когда они опять свой вопрос по военнопленным, который тоже вопрос переговоров. Они давали торпедировать заявление, которое мы принимали по Афганистану, по которому консенсус у всех. А они говорят, не, вот наше заявление примите и это примем. Вот эта торговля вокруг военного союза, по сути, своими интересами, мне не очень нравится.